В стране продолжают обсуждать пресс-конференцию Владимира Путина. Президент успел обозначить свою позицию по всем происходящим в мире событиям и даже рассказать о личной жизни. В этом году на ежегодную встречу с российским лидером было приглашено более 1200 человек. В список аккредитованных журналистов попал и мой коллега Дмитрий Ковалев. Ему удалось узнать, как организовывают главную пресс-конференцию года и на что готовы пойти корреспонденты ради того, чтобы задать свой вопрос. За три часа до начала пресс-конференции фойе Центра международной торговли заполняется до отказа. Тем, кто сюда приезжает уже не первый год, хорошо известно, как обратить на себя внимание президента. Фантазия журналистов не иссякает. Кто-то облачается в национальные костюмы, кто-то приносит с собой флаги, растяжки и рисует яркие плакаты. Плакат изображает третий мост через Обь, который совсем недавно был введен в эксплуатацию нашим президентом. Он приезжал на открытие, разрезал ленточку. В связи с этим, надеемся, что он еще не забыл это событие и что это, возможно, привлечет его внимание. Он захочет выслушать вопрос. Креативные журналисты здесь на расхват. Именно они становятся главными героями теленовостей. Корреспондентка из Челябинской области буквально за час успела дать более 20 интервью. Девушке было сложно остаться незамеченной. В руках необычный плакат с рисунком трактора-танка, а на голове шлем танкиста. Малия Панюшина подготовила президенту вопрос о будущем заводов, которые сейчас вынуждены сокращать объемы выпуска бульдозеров. Мы будем спрашивать про заводы, которые были известны в военные годы, специализировались на производстве танков, военных машин. Сейчас не могут переориентироваться на производство гражданской техники. Мы хотим узнать, можно ли для этих предприятий создать какие-то условия более выгодные, для того, чтобы они были конкурентоспособными. И будет ли какая-то господдержка, может быть. Многие полагают, что у корреспондентов, которые приезжают из регионов, шансы задать вопросы Владимиру Путину сводятся к нулю. Именно поэтому журналисты пытаются выделиться из толпы. В прошлом году я участвовал. Как сказал голос? Нет, я приехал первый раз. Я, собственно, не знал, как все это происходит. Я, честно говоря, никогда не видел столько телекамер, фотоаппаратов, журналистов в одном месте. Я приехал, ну, просто посмотреть даже хотя бы. Уже было хорошо, что я просто здесь побывал. Вот, исходя по опыту прошлого года, я посмотрел, как вот люди привлекают внимание. И вот, ну, как бы вот родилась идея сделать такую вот майку. Но креативные плакаты, флаги и головные уборы журналистам пришлось оставить фойе. Проносить с собой в зал запретили габаритные сумки и даже напитки. Вообще на пресс-конференциях Владимира Путина всегда устанавливают строгие правила. Премьер-журналисты занимают свои места в зале уже за час до ее начала. Пишущие братья проходят обязательный инструктаж. Задавать вопросы строго в микрофон, не перебывать друг друга и не создавать помех телевизионной трансляции. Но предугадать, как пройдет ежегодная, вот уже десятая по счету встреча Путина с прессой, невозможно. Здесь все зависит только от желания российского лидера. И, конечно же, никто не предполагал, что юбилейная пресс-конференция задержится на 15 минут. Владимир Путин, зайдя в зал, поспешил извиниться. Дальше все пошло по плану. Сначала российский лидер подвел итоги этого года и сразу затронул тему, которая сейчас волнует каждого. Падение рубля, повышение курса иностранной валюты. Догадываясь о том, что многие вопросы журналисты посвятят мировой экономике, Путин пошутил, что встречу можно завершать. Но если у вас будут наводящие вопросы, я постараюсь на них ответить. Итак, конечно, сегодняшняя ситуация спровоцирована внешними факторами, прежде всего. Но исходим из того, что нам многое не сделано из того, что мы планировали сделать. И говорили о том, что мы должны сделать по диверсификации нашей экономики в течение практически предыдущих 20 лет. И выход из сегодняшней ситуации неизбежен. Как минимум по двум причинам. Во-первых, рост мировой экономики будет сохраняться. Темпы снижаются, но рост точно будет сохраняться. Экономика будет расти. Вопросы, которые представители СМИ задают президенту, заранее никто не проверяет. Причем на протяжении встречи Владимир Путин зачастую сам приглашал к микрофонам журналистов. Был готов российский лидер и критики его работы. Предсказуемо, что на пресс-конференции была поднята тема украинского кризиса. Надеюсь, что нам удастся в ходе диалога, а мы готовы выступать здесь как посредники, выйти все-таки на прямой именно политический диалог и этими способами и этими политическими инструментами урегулировать ситуацию. Условно пресс-конференцию можно было поделить на два блока. Сначала свои вопросы задают журналисты Кремлевского пола, а затем те, кто приехал из других регионов. Поддержка агрария в продвижении на рынок местных продуктов задавали вопросы и о личной жизни президента. У меня один приятель мой из Европы, такой большой начальник, он мне как-то недавно говорит, ну после вот этих событий прошлого года, он говорит, слушай, у тебя есть любовь? Я говорю, в каком смысле? Ну ты любишь кого-нибудь? Я говорю, ну да. А тебя кто-нибудь любит? Я говорю, да. Он, наверное, решил, что я зверил совсем. Он говорит, ну слава богу, вот так водочкой махнул. Все в порядке, не беспокойтесь. Накануне журналисты гадали, сколько продлится эта встреча. В результате она завершилась спустя три часа. За это время президенту задали 38 вопросов. Медрик Ковалев, Ироссель Мухаммедов. Республика. Из Москвы. Риппетит. Продолжение следует...